Станция Салют-7 И взаимоотношениях А тут два спокойных космонавта Далеко от Земли станцию спасают Надо ведь чем-то для зрителей Разбавить их отношения Чтобы я сказал, что я с тобой дальше не полечу Это же ерунда какая-то Все мы помним реальных героев той миссии Виктора Савиных и Владимира Джанибекова Савиных даже написал книгу Записки с мертвой станции Где подробно изложил все, что было тогда на Салюте Книга, в общем-то, и послужила основой для сценария Но продюсеры и режиссеры фильма Почему-то не захотели напрямую Проконсультироваться ни с автором Фолианта Ни с Владимиром Джанибековым Они мне показали сценарий Я им сказал, что это все неправильно Все подчеркал И они уехали Как справедливый итог, космонавтам фильм не понравился А на совместном просмотре фильма Где были и актеры, и космонавты Всем тогда казалось, что Джанибеков Вот-вот обрушат на Вдовиченкова суровую матчасть Вы только посмотрите на этот взгляд Мне кажется, ни один боксер так угрожающе на своего соперника не смотрит Именно Вдовиченков воплотил в фильме образ Владимира Джанибекова И космонавту не понравилось то, как его показали Хоть и не упоминали его реальное имя в самом фильме Но оставим дрязги позади И попробуем быстро, но информативно пробежаться по миссии спасения Салют-7 Мы собрали пять интересных нюансов из истории реанимации станции Когда спасение станции перешло от разговоров к делу Начали думать, кого отправить Бортинженер определился сразу Виктор Савиных 20 лет работал в конструкторском бюро экспериментального машиностроения И его непосредственным руководителем был один из основоположников отечественной космонавтики Борис Раушенбах Сам Виктор занимался проектированием систем управления космических кораблей И оптических приборов Руки у него растут из самых правильных мест И никакой кувалдой для ремонта датчика он точно пользоваться не будет Смотрите, я оптик по образованию И должен чинить солнечный датчик кувалдой Ну? С командиром экипажа было сложнее Ему предстояло в ручном режиме пристыковаться к неуправляемой станции Это, конечно, не как в Интерстелларе, но риск был сумасшедшим Отобрали нескольких претендентов, но главный кандидат был с самого начала Полковник Владимир Дженебеков имел 4 космических полета И бывал в экстремальных ситуациях, из которых всегда выходил сухим Принять правильное решение в короткий срок было необходимым качеством командира для грядущей миссии Дженебеков успешно прошел все комиссии и экзамены И, наконец, была сформирована команда из двух космонавтов Стыковка к Салют-7 должна была пройти в ручном режиме По причине отказа системы управления станции Корабль, на котором отправились Дженебеков и Саминых, прошел специальное переоборудование Кресло третьего космонавта и систему автоматического сближения просто убрали На боковой иллюминатор поставили лазерный дальномер Вместо третьего кресла и бортовой аппаратуры системы сближения Взяты дополнительные регенераторы запаса топлива, воды и очистки воздуха И впервые в истории наведение космического корабля на станцию Обеспечивалось средствами советской противоракетной обороны В итоге в ручном режиме Дженебеков все-таки подстаковался к неуправляемой станции И еще долго космонавты не могли в это поверить На четвертый день полета при помощи двигателей Союза Удалось развернуть мертвую станцию в такое положение, чтобы солнечные батареи смотрели на Солнце Затем космонавты разбирались с химическими батареями Работали с ними аккуратно и кропотливо, так как без этих батарей нельзя начинать зарядку солнечно Экипаж наладил взаимодействие химических батарей с силовыми кабелями, ведущими к солнечным зарядкам И 11 июня удалось зарядить 5 блоков батарей и подключить часть систем станции Это был ключевой момент Если бы батареи не починили, Салют-7 можно было бы смело покидать После восстановления некоторых систем на станции, температура начала повышаться до нормальной Но как мы уже говорили в своем предыдущем видео, на станции было холодно и аппаратура была выньей Когда температура начала расти, лед таял и в условиях невесомости вся станция покрылась тонкой пленкой воды Весь тот лед, который был вот вокруг, он весь расставил Это был самый страшный момент жизни на станции В любой момент могло произойти короткое замыкание, а вслед за этим пожар и неминуемая гибель станции и экипажа К счастью, кропотливость, спокойствие и профессионализм космонавтов помогли безопасно подключить все энергоузлы и аппаратуру От такой работы Эллен Маск точно бы обалдел Через 20 дней после прибытия на станцию космонавты начали проводить научные эксперименты параллельно с ремонтом салюта Звучит просто, но только представьте себе Ты переподстыковываешь провода так, чтобы еще влага не попала на силовые концы А тебе через 10 минут нужно бежать и включать аппаратуру для проведения исследований Одна ошибка, один недочет и уже можешь прощальные песни петь И самое фантастическое было в начале августа, когда Дженебеков и Савиных вообще вышли в открытый космос Пробыли там 5 часов и установили новые дополнительные солнечные батареи и оборудование для проведения экспериментов Этот момент и стал заключительной точкой спасения станции и дальнейшие мероприятия на орбите уже не значились как спасительная операция Даже в книге Савиных нет подробного описания некоторых технических моментов, но желающие всегда смогут найти эту информацию Но все знающие понимают, сколько сложно было космонавтам на мертвой станции Разборка всей аппаратуры внутри салюта, исправление неисправностей в блоках автоматики И последующий монтаж оборудования подчеркивают мощь и уровень тогдашней подготовки специалистов За спасательную миссию по прилету на Землю космонавтов, конечно же, наградили Виктор Савиных получил вторую звезду Героя Советского Союза, а Владимир Дженебеков, будучи уже дважды героем, третью звезду Героя не получил Его наградили орденом Ленина и присвоили звание генерал-майора Конечно, фильм получился фантастическим, но благодаря нему много молодых людей узнали о настоящих героях и космонавтов теперь стали узнавать на улице Субтитры создавал DimaTorzok